И снова здравствуйте, мы продолжаем вторую игру, тут небольшой у нас казус произошел, в том плане то, что один игрок из команды кино сейчас в данное время идет домой, и мы сначала сейчас распикаемся, потом сделаем рехост на лпике и продолжим уже. Ну что, маленькие любители киберспорта отправились у нас в бан, кентавр, тайт, сало и воин, все важные ключевые. Ну да, то есть по пикам ничего такого, опять же, ой, по банам ничего такого сверх выходящего из каких-то рамок, единственное, что вот поменялся, там, вместо мипа сайленсер улетел в бан, ну и ничего такого. Так, Ancient Operation от кино, тут же Лич от Шарма, ну возможно, ну Лич! А, надо кого-то брать, какой-нибудь, я не знаю, Энигма, раз, а воин, который забанили два, Магнус, Магнус, кстати, вполне закатит, но опять же, аппарат там запульнет свою ульту и, если попадет. Ну да, от Лича там я не знаю, какой еще может быть толк, то есть, такой очень пассивный суппорт, несмотря на то, что имеет такие довольно сильные нюки, довольно сильный магический проказ, но все равно он больше идет... Ага, Джакиру, и возможно, сейчас пойдет какой-то намек на пуш, там, Лич может, там, пробафить всех фруст армором и... И крипов, что ли? Ну да, а почему бы и нет, там, крипа просто бафнуть. Ну конечно, он с ума сойдет, бафнуть крипов. Ну да, то есть, ну я не знаю пока задумка этого Лича, посмотрим по игре, что этот Лич будет нам показывать, но мне очень не нравятся такие пассивные суппорты, как вот Лич, там, возможно, там... Просто Лич это... это ульта, все, больше Лич не нужен. Ну да, Лич пустит чайник, возможно, там, если он какую-то меку соберет ее юзнуть и со спокойной душой умирать просто, там, отдаваться. Больше он там, как по мне, незачем его пикать. Если, конечно, кино будут ходить, как мои тиммейты разочек, то есть, идет Лич, бежит в лес, за ним бегут три игрока. После этого он кидает мульту в одного человека. Этот человек, знаешь, что делает? Он берет и бежит к своим тиммейтам. Вот этот чайник прошелся по всем, сдохли все и в итоге трипл-кил на ровном месте. Ну, я думаю, тут у нас ребята не просто так собрались поиграть в доту, какой-то паб. Я думаю, тут какие-то командные действия хотя бы должны быть, хотя бы какие-то базовые. Не бежать там всей толпой в одно место, когда летит чайник. Как-то пытаться рассредоточиться, чтобы чайник увести в сторону на крипов, либо вообще его там только по одному. Но все же, там пока под Лича ничего не видно. А вот какая-то более-менее связочка от Аппарата и Акс уже есть. То есть это уже довольно сильный такой магический прокаст. И Акс, согрив там двоих-троих, вместе с Аппаратом отправит их просто в таверну без всяких там шансов. Должен сейчас подумать, команда Шарка, кого же брать против Акса. Вот на самом деле ты бы кого взял? Ну не знаю, Акса против Акса очень сложно играть. Тут не в плане героя как-то Акса нужно банить, его как-то контрить. Его нужно в плане позиционочки, в плане как-то игровых действий. То есть не попадаться просто на Акса, взять против него какого-то там либо Кентавра, либо Бристлбека. И вот чтобы Акс агрил только вот этого Бристлбека. И там Акс без Берсекер Сколоса его просто по сути бесполезен. И не обращать на него внимания, там убить всех его четверых тиммейтов. И потом уже этого Акса как-то с помощью каких-то хиксов, замедлений тех же самых, станов, пытаться там с рейнджа осторожно забрать. Ну или там какой-то, возможно, Омник. Какой-то подсейв все равно Атакса нужен. Кстати, неплохо бы сейчас зашел Омник на это. Ну, тут уже два саппорта пикнуто. Если только Джокиру не пойдет какой-то в хардлейн, либо в мид, либо вообще в фармить. А ты видел Омник на это Керри? А, ну да, там с Момом, с Сашей Яшей, Башером. А, вот и небольшой, как и контр-пик, как и сейв. Ну да, то есть вот это уже такое, то есть там есть, там засейвится от ульты Аппараты и Атакса тоже. Ага, вот и дом. Опять же, очень такую сильную набрали. Шадоу Демон, СД, он на мид пойдет, как думаешь? Ну, тут масса вариантов, куда кого поставить. Жокиру также может и пойти в хардлейн, как я уже говорил. Ну, его там уничтожат, кстати. Я думаю, это не вариант. Жокиру это как сейв для изи-лайна. Ну, возможно. Возможно, Шадоу Демон в мид. То есть он там со своего третьего спла может кучу магического дамага вносить. Там, Шадоу Пойзон, там просто, насколько я помню, там где-то около больше тысячи дамаги наносит на четвертом левле прокачки полностью. Если там сколько там стаков, возможно вообще, по-моему, пять. Там солидно вылетать, я тебе скажу. А, шестнадцать раз там можно. Или там, я не помню, на самом деле, сколько там можно накинуть стаков этого Шадоу Пойзона. Пять или больше, но там, на самом деле, очень большой урон и очень сильно там даже тот же Акс или Дума просто-напросто не переживут. Ого, Дракса, они побоялись Акса, не побоялись Аппарата, Дума также не побоялись и пикнули эту Драксу. Все четыре персонажа просто тонкие. Аксу на один Баттлхангер, я не знаю, просто забей там. Один раз крутнется, и если в четверых там все отъедут, я не знаю, там. Ну, нужно, на самом деле, очень хорошую позиционочку держать, чтобы там Шадоу Демон был в стороне и не попал каким-то образом в Агро. Также и Тракси нужно как-то держаться подальше. А еще есть Дэз Профи. Ну и Банша, которая, да, будет накидывать. Со своим экзорцизмом там. Экзорцизм будет вообще забей. А все тонкие? Все ужасно тонкие, там, забей вообще. Мне хочется взять Феникса. Я ему проходил, кстати, по-моему, пять игр. Это был просто... Я два раза уходил в лоу-приорити. Я просто бомбила, плавился стул из-за тиммейтов. Я не знаю, я потом подумал, а они, типа, играть мне на Евро. А потом один мой друг сказал, что там ситуация ничем не лучше. После этого я просто познал Дзен и понял то, что никуда мне не надо просто играть. Ну да, там... В итоге меня бомбануло. Я здесь на минут, короче, Тараска, Дагон. Ого, инвокер еще. Вот это да. Ага, мне тут более-менее становится немножечко понятно, как будет у шарков распределено. Возможно, это квасвекс инвокер, который пойдет в хард. Сейчас таким... Ого, медуза. Не надо затягивать игру, иначе медуза такой персонаж. Ну да, то есть... Влойтяна одна из лучших, из самых толковых. Ну да, медузу там вообще нечем останавливать, а тем более таким пиком. Так, а тем временем у нас пока рехоз сейчас будет. Я опять поставлю оверлей. Как только мы вернемся, я включу опять же доту, и мы продолжим. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Интересно, Эльф, на ком играть? Ну, там, я даже вот без понятия. На Аксе! Ну да, сейчас просто в другую команду перейдёт. Ага, это Лич в харду пойдёт у нас. Эльф на Личе. А, прикольно. Честно, очень прикольно. Аксе! О, эм... Всё, она пошла. И прикольно... Чё, у тебя... Стрим не завис или ещё? А, тут прикольный мув, короче, от Банши. Она купила шесть телепортов, прилетела в мид и пошла драться. Это просто забей, я даже не знаю, чё это... Как это сказать? Он просто, возможно... У парня бомбанул или чё, но он... Прикольно. Ага, и пошла Тракса с ним драться. Походу... Финн обиделся. Ну да, походу, я не знаю, как это ещё назвать по-другому, типа... Боди-репорт. Взять телепортов, боже мой. Он просто крут. Да... Ага, и полетел на топ, ага. Всё, короче, у кого-то бомбануло. Прикольно, чё, я не знаю. У меня вот даже на это слов как-то нету. Прикольно, да. Я... Как это комментировать вообще я даже без понятия, если честно. Потому что... Мда. Ну и ФБ. Финна даёт. Ееееее! Божественная игра! Да, божественная игра от... Команды... КИНО! У Банши ещё 4 телепорта. Ну, да, М-мобильность. Сейчас мы с вами увидим шоу-матч в исполнении Дэнди на Банше. Это демки, мовики, это рампэйдж просто на 57 секунде. Хе-хе-хе-хе-хе. Так, Банша, давайте пристали за ней, последим, что... Я и только сейчас за ней буду смотреть, как она там будет играть. Банша, зрители требуют крови мяса и давай, давай, под тавар! Смотрите. Ага, ловите её, пошли. Так, пошёл лайспас, попадает по ней, но она никак не хочет там как-то и выйдет, это что... Так, у неё щас... 23 секунды ты телепорта, мансуй, брат, мансуй! Ну, это... это не знаю, он что-то как лабуду делает. А, он щас не тролл, пока. ВП, ВП. Просто, отец, отец доты! Всегда так делают. Так, а Эльф, тем временем, внизу... Банш... ой, эту, Медузу убил, и Медузу заливает. Хорошо! Весело живём! Я... Не знаю, это ГГ или чё? А, ГГВП. Это по-любому ГГ, это чё? Хорошо, ну, чё, прикольно, приколь. Просто ГГВП, всё, до свидания, у Медузы бомбануло. Не, мне тоже понравилась игра, вообще, очень. Игра, в общем, б...